Книга «Открытым оком». Вопрос 2084. Том 8. Могли бы вы сослаться на источники, читая которые вы пришли к мысли, что монашество в том виде, как оно есть, не евангельского происхождения? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Книг, из которых вы точно так же могли бы понимать, мало, если, конечно, не считать враждебных всему христианству атеистических нападок. Но я так глубоко верующий человек, православный, мне монашество не чуждо было бы, если бы оно готовило проповедников, без запрета им выходить из затвора. Только чтобы обеты безбрачия были на определенный срок, года на два-три, и никак не больше семи лет. Через семь лет наступает необратимый процесс разложения личности. Будь то в тюрьме или в монастыре, эти люди нежизненны и оживлению не поддаются. Их или убивают, или запирают, как ненормальных. Потому обеты можно было бы возобновлять, как обеты Назарейства, совершенно не посягая на то, чтобы они были пожизненными. Число 6.12. И должен он снова начать посвященные Господу дни Назарейства своего и принести однолетнего агнца в жертву повинности. Прежние же дни пропали, потому что Назарейство его осквернено. Число 6.13. И вот закон о Назарее, когда исполнятся дни Назарейства его, должна привести его ко входу с Кинии собрания. Вот так пишет патриотичный человек по отношению иночества. В кавычке открываются. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. Православное монашество и аскетика в исследованиях и памятниках. А.И. Сидоров. Москва. Паломник. 542 страницы. 6 тысяч экземпляров. Страница 185. Евхиты – специфичная монашеская ересь, утверждающая значимость для спасения только одной молитвы и отрицающая церковные таинства и иерархию. Страница 195. Притягательная сила монашества повела к своего рода религиозной миграции, игравшей весьма существенную роль в жизни общества ранней Византии. В результате подобного стремления со всех концов империи, в обители и пустыни Востока, в этих последних образовалась настоящая смесь племен, языков и наречий. Страница 230. По характеристике Корсавина Л.П., естественно, страдающий пристрастием, объясняемая его внутренней антипатией к монашеству, и сам Гельвидий выступал против притязаний монахов на особое положение в церкви. Около того же времени суровый аскет Ио Виньян вместе со своими приверженцами начал борьбу с излишествами аскезы. И дев, и вдов, и замужних ожидают на небесах одинаковая награда. Ио Виньян после довольно долгой жизни в монастыре вдруг возненавидел свой образ жизни, бросил монашество, явился в Рим около 390 года и стал проповедовать свои ложные убеждения. Страница 250. Отшельница, прожив 60 лет над Нилом, ни разу не взглянула на его воды, не полюбовалась великолепием его разливов. Боязнь согрешить словом побуждает избегать разговоров даже о Священном Писании. Страница 399. В самом начале IV столетия во время гонения Диоклетианова Антоний Великий дозволял около себя селиться желающим подражать его образу жизни. Едва прошло 60 или 70 лет после сего, как все пустыни египетские наполнились жилищами иноков. Сколько было народу в городах, пишет очевидный свидетель того времени, столько почти было иноков в пустынях. Область, прилежащая к Мемфису и Вавилону, вся оказалась заселенную иноками. По берегам Нила везде видны были жилища иноков. У одного серапиона считалось под начальством 10 тысяч иноков. Город Аксиринг и внутри, и кругом был наполнен иноками. Публичные здания, языческие храмы превратились в жилища иноков, и в городе было более монастырей, чем частных домов. Так что епископ города считал у себя 20 тысяч монахинь и 10 тысяч монахов. Страница 407. Палладий сказал, что в Нитрейской горе живет до 5 тысяч иноков. Страница 410. Исаак Пресвитер говорил, «Не приводите сюда детей». От них запустили 4 церкви в скиту. Но иные старцы смотрели не так. Однажды братья Аввы Пимена сказали ему, «Пойдем отсюда, вот дети, своим плачем не дают нам безмолвствовать». Аввы Пимен отвечал им, «Из-за глазов ангельских вы хотите уйти отсюда». Страница 410. Одежда иноков первоначально была обыкновенной одежды того времени. Но вскоре принято было особое, однообразное, отличное от одежды мирян. Сохранилось предание, что первый ввел одежду, которую стали употреблять иноки, Патер Муфий. Он, пришедшего к нему юношу, одел в левитон, на голову надел куколь, на плечи мелодь и припоясал лентием. Куколь, то есть маленькая шапочка, покрывавшая голову только до шеи, такие шапочки носили только младенцы, и для монахов они должны были служить символом детского незлобия и чистоты. Куколь монахи не должны себя снимать ни днем, ни ночью. В тавенских обителях на куколях нашивался пурпуровый крест, но и то осуждали старцы, когда кто-либо обращал на себя внимание странностью одеяния. Один брат одевался у себя в келье и в рогожу. — Не принесет она тебе пользы, — говорил Омон, — о четках нет и помину. Страница 415. В церкви стояли всегда без обуви, хотя в полном иноческом одеянии. Страница 416. Аполлос, как дело тщеславия, осудил ношение некоторыми иноками вирик и отращивание длинных волос. Иноки египетские, по общему обычаю Востока, носили волосы короткие. Иларион Великий каждый год в день Пасхи отрезал их у себя. По свидетельству Иеронима, не только в Египте, но и в Сирии девы и вдовы, посвящающие себя Богу, обрезывали себе волосы. Это делали им настоятельницы монастыря. Остригали волосы для чистоты и потому, что не употребляют никакого масла для головы. Тавенские монахини также остригали волосы. Бороду монахи носили. Страница 434. После вечери любви скорее удалялись в келью, чтобы ветер не задул свечу веры. Страница 440. Так Валента, впавшего в самообольщение и не хотевшего принимать святые тайны, связали цепями и в продолжении года разнообразным унижением и суровую жизнью уврачевали. Ирона, впавшего в подобное же состояние, хотя некоторое время и содержали в цепях, но, не видя раскаяния, отпустили и он ушел в мир. В Нитрийской горе употреблялись и легкие телесные наказания. Так у церкви были три пальмы, на каждой из которых висела по плети. Одною наказывали монахов, другою воров, если они попадались, третью странников, если они в чем-либо провинились. Виновных заставляли обнять пальму и отсчитывать по спине определенное число ударов. Отпускали. Если сами виновные просили себе наказания, то им назначали его для исправления их. Так, когда два инока, виновные в нарушении целомудрия, просили себе наказания, их на год заключали, заключили безвыходно пробыть в келье, давая им по малой мере хлеба и воды в день. Страница 485. Златоустый смотрел на жизнь монашескую не как на жизнь, доступную только для некоторых избранных. Кто исполняет заповеди Евангелия, живя в горах, тот нисколько не ниже иноков. Миряне, благочестно живущие, выше самых великих подвижников иночества. Страница 507. Со времени появления монашества монахи являются первыми деятелями на поприще проповедей Евангелия. То царство правды, то царство Божие, о сошествии на землю которого благовествовало Евангелие, казалось, осуществилось в этих обществах. Златоустый указывает на жизнь монахов именно как на образец, которому должно подражать. Тогда как в миру, говорит он, нечестивое учение, нечистая жизнь потопляют души. Монахи одни сидят в пристани спокойно и в великой безопасности, смотря как бы с неба на кораблекрушения, постигающие других. Они жизнь избрали достойную ангелов и живут не хуже ангелов. У них удален всякий повод к несогласию и вражде. Страница 517. Со времени распространения иночества и призвания иноков к занятию высших мест церковной иерархии совпадает упадок школ Восточной Империи. Потому естественен вопрос, не было ли монашество причиной упадка образования Восточной Империи. Когда греко-римский мир из языческого стал преобразовываться в христианский, стремление к монашеству должно было ослабеть. И этим объясняем уменьшение числа монахов в VI веке. С утверждением христианских обычаев в обществе не было уже тех сильных побуждений людям, желающим проводить христианскую жизнь, оставлять общество. Теперь монашество становится уделом только тех, тех, которые искали высшего духовного совершенства. Страница 524. Последующая судьба Египта показала, что в этой колыбели иночества, где оно принесло и лучшие плоды свои, монашество не имело глубокого продолжительного действия на народы населения. Египет скоро отпал от православия и потом под владычеством аравитян почти совсем утратил христианскую веру. Нельзя не признать того, что весьма значительное по числу удаление ревностных христиан в пустыне, где они кончали свое поприще без потомства, должно было отозваться ослаблением христианского элемента в самом народонаселении. На месте древних знаменитых обителей теперь едва можно встретить только развалины, где обитает несколько иноков-коптов. Кавычки закрываются. Древние иноческие уставы. Москва, 1892 год. Страница 7. Иночество не новость, какая-то недавняя и произвольная, а такое же древнее, как само христианство и требуется самым духом христианства. Основатель его Антоний жил в IV веке. Так запросто отмахнули три столетия, как будто это три часа после полудня. Так что никто так не скажет о том, что есть монашество, как они сами в лице своих основателей и охранителей. Но и они где-то в глубине души очень крепко сомневались, что это их неевангельское учреждение простоит долго. Так и получилось, что все это развалилось и развалилось навсегда. Человечество далеко уже ушло от этой колыбели несвободы. Оно войдет только в реформированные уставы иноческие, которые будут взяты на вооружение уже самим Антихристом. Это непременно. Тот мозги отшибет точно так же и будет только абсолютно безмозглое, безумное послушание любому самодурству и тирании настоятеля. Пахомий просил Бога показать, что ждет монастыри после его кончины. И в видении однажды ему это явилось прямо на молитве. Страница 47. Видел он великое множество иноков, совершавших путь во рву крайне глубоком и стремнистом. Одни из них, желая выбраться оттуда, встречая преграды, стояли в нерешительности, другие, блуждая туда и сюда, ударялись друг от друга лбами, потому что место то было покрыто густою тьмою. Третьи выбившиеся сил падали в изнеможении. Четвертые, не зная как быть, испускали лишь плачевные вопли. И разве едва некоторые после страшных усилий успевали выбраться на свет Божий из этой мрачной бездны, выражая великую свою о том радость живыми чувствами благодарения Богу? Получил и толкование этого молитвенного видения. Но не было сказано ли ему, что в этот глубокий ров столкнул монахов он сам и друзья его, тоже великие в кавычках святые? Так стоило ли в этот ров спускаться, заманивать туда целые столетия, чтоб лбами друг друга таранить и жалостливо ныть? Хочу жениться, а не разжигаться. Субтитры сделал DimaTorzok